С больше или равно, это осталось с лекцией Райгородского. Там был следующий в доказательстве факт. Он был использован, и Райгородский тогда сказал так. Ребята, кто знает хорошо, что такое пределы, кто умеет работать с этими величинами, тот легко докажет такое неравенство. Ну да, действительно, это неравенство действительно легко доказать. Но, ребята, надо доказать, потому что слова, что это легко, не являются доказательством. Он на лекции посчитал для двух чисел. Когда s равняется 2, смотрите, что будет. 1 минус 1 четвертая в квадрате, то есть 3 в четвертых, то есть в квадрате 9 в шестнадцатых. Это 9 восьмых действительно больше делится. И так же легко считается горбой. Значит, 9 будет 1 минус 1 максимальная в кубе. Так, 7 в кубе, это 49 на 7, 343. Значит, 9 будет 343. 8 в кубе, это 2 в девятый, 512. То есть 343, 256, действительно больше единицы. Вот. Ну, в принципе, число больше стало больше, да? И вот. И в этот момент Нарин Михайлович сказал, вот дальше сами докажите, объясни, поймите, почему. 1 дельт на 2. Что? 1 дельт на 2 и стремится к меру. Значит, это, конечно, стремится. Только важно понимать, что когда число возводится в большую степень, то потихонечку это будет все меньше, меньше, меньше и меньше. Здесь важно, что вот это число s, а это намного больше, 2 в степень s. Поэтому в некотором смысле вот это число гораздо ближе к единице, чем, так сказать, можно было бы. Так вот, ребята, оказывается, что действительно задача очень простая. Стандартное неравенство, которое помогает ее решить, является абсолютно важным и стандартным неравенством в школьной математике. Неравенство Бермуль. Если x больше или равно минус единица, и n это натуральное число, то единица плюс x в степени n больше или равна, чем единица плюс nx. Ребята, в отличие от вот этого неравенства, которое левое, которое у нас случайно возьмут при решении задачи, можно сказать, много таких разных неравенств, которые все не запомнишь. Неравенство Бермуль вы обязаны запомнить. Потому что это действительно важное, стандартное неравенство. Очень важно. Из него там разные способы много чего-либо. Мы будем выводить, и вы будете получать, да, и так далее. Вот. Но оно действительно нуждается в том, чтобы его запомнить. Доказательство крайне простое. Доказательство – это просто индукция по n. Смотрите, база. База очень проста. n равно единице. Ну, понятно. Единица плюс x – это единица плюс x. Потому что в первой степени это то же самое, что и я. Все. Райенс в пустом. Переход. Тоже понятно. Предположим, что у меня для n все хорошо. Пусть для n верь. Тогда. Тогда понятно, что. Пишем неравенство для n. Смотрите. 1 плюс x в степени m умножить на 1 плюс x. 1 плюс x – число неотрицательное. Потому что специально написано x больше или равен ниже единице. Значит, это число неотрицательное. Это число не меньше, чем 1 плюс nx. Это понятно, да? Ой, да. Понятно, что если это число стало отрицательным, то даже неинтересно. Потому что это число неотрицательное. А любое неотрицательное больше или равно любого отрицательного. Поэтому я спокойно могу пока считать, что все эти числа неотрицательные. Итак, 1 плюс nx – это оценка снизу для 1 плюс x в n. И 1 плюс x. Мы перемножаем. Значит, 1 плюс nx – это на единицу умножить. Теперь на x умножаем. Плюс x плюс nx квадрат. Так вот, это число у меня не меньше нуля. Причем оно только когда есть а нулю. Оно равно нулю, да? Поэтому это больше или равно, чем единица плюс nx – это на единицу. Все. Неравенство Бердульве я доказал. Идите вы поняли? Просто по интуиции. Значит, база – вот, индукционный переход – вот. От n к n плюс n. Теперь вопрос. Как же применить это самое неравенство для того, чтобы было нужно рекордов? Что-то вот так и применять. Прямо берем и пишем неравенство Бердульве. Смотрите, вот это вот число. 2 умножить на единицу минус единица делить на 2 в степени с в степени с. По неравенству Бердульве больше это равно, чем 2 умножить на единицу минус s делить на 2 в степени с. Вот. Нас интересует, почему это больше единицы. А это больше единицы означает, что s делить на 2 в степени с, минус s делить на 2 в степени с, больше, чем 1 вторая. Другими словами, что вот это вот число, s деленное на 2 в степени с, меньше единицы. То есть, s меньше, чем 2 в степени с. Ну, господа, а это действительно так. Если s равно 2, то это 2 меньше 4. Если s равно 3, то 3 меньше 8. Дальше, при возрастании s на единичку, здесь прибавляется единица, а здесь умножается в 2 раза. Разумеется, чем дальше, тем больше. Вот и понятно, почему Бердульве считал, что будет очевидно, что это верно. Ну, потому что действительно s намного меньше, чем 2 в степени s. Вот. Все. Мы с вами строго доказали. Согласны?